На земле Христос приоткрыл блистающую, божественную славу Свою. В конце правления императора Феодосия II, при котором состоялся Третий Вселенский Собор, в Константинополе произошла новая церковная смута. Предстоятель одного из столичных монастырей, архимандрит Евтихий, активно выступавший против ереси Нестория, восстававшего на догмат о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа, впал в другую крайность. Он утверждал, что в Иисусе Христе, при постасном соединении, человеческое естество было совершенно поглощено Божеским, что оно утратило все свойственное человеческой природе, кроме видимого образа. По мнению еретика, после ипостасного соединения в Иисусе Христе осталось только одно Божеское естество, которое в видимом телесном образе жило на земле, страдало, умерло и воскресло. Учение это получило название «Монофизитство», от греческого «монос-один» – «физис» – «природа». Чтобы оградить церковь от распространения этого лжеучения, в 448 году константинопольский архиепископ Флавиан созвал собор, на котором учение Евтихия было осуждено большинством епископов. Однако это не остановило еретика. Он имел поддержку при дворе императора и находился в тесных связях с еретиком Диаскором, преемником святителя Кирилла на патриаршей Александрийской кафедре. Евтихий обратился к императору с жалобой на несправедливость осуждения и требовал суда Вселенского собора над своими противниками, которых подозревал в нестарианстве. Желая примирить церковь, Феодосий разрешил созвать в 449 году в Эфесе Вселенский собор. В церковных летописях этот собор носит название «Разбойничьего». Диаскор, назначенный императором-председателем собора, выступил как диктатор, употребляя угрозы и навязывая свою волю собравшимся. Оправдание Евтихия произошло под давлением светской власти и вызвало бурю протестов. В зал заседания были введены войска, и многие православные пострадали. Архиепископ Константинопольский, святой Флавиан, был избит и умер через три дня от ран. Победа Евтихия была недолгой. После скоропостижной смерти в 450 году императора Феодосия II, не имевшего детей, ближайшей наследницей престола оказалась его сестра Пульхерия, сторонница православия. Осознавая, что удержать власть в своих руках ей одной будет не под силу, Пульхерия предложила сенатору Маркиану формально вступить с нею в брак на условии, что она по-прежнему останется девицей. Она провозгласила его императором и сама облекла его властью. Делом первой необходимости для православной императрицы стало умерение церкви. В Константинополе ясно понимали, для того, чтобы низвергнуть партию Диаскора и положить конец ереси Евтихия, необходимо вновь созвать собор. Четвертый Вселенский собор состоялся в 451 году в Халкидоне. Присутствовало на нем 630 епископов. Председателем собора был патриарх Константинопольский Анатолий. Отцы собора занялись прежде всего рассмотрением деяний разбойничьего собора 449 года в Эфесе и судом над Диаскором. Обвинителем выступил Евсевий Дорелейский, представивший записку с изложением всех насилий, произведенную Диаскором на разбойничьем соборе. По прочтении записки отцы подняли у Диаскора право голоса, после чего он должен был стать в число подсудимых. Ко всему прочему, со стороны некоторых египетских епископов на Диаскора было представлено множество обвинений в безнравственности, жестокости и насилиях. Собор осудил и низложил Диаскора. Были осуждены и деяния разбойничьего собора, и сам еретик Евтихий. Приняв за образец православное изложение веры архиепископов Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание Папы Льва Римского, святые отцы определили догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств. «Следуя святым отцам, все мы единогласно учим», говорилось в заключительном постановлении собора, что Господь наш Иисус Христос есть один и тот же Сын, один и тот же совершенный по божеству и совершенный по человечеству истинный Бог и истинный Человек, подобный нам во всем, кроме греха. Рожденный от Отца прежде веков по божеству, но Он же рожденный в последние дни ради нас и нашего спасения от Марии, Девы и Богородицы по человечеству, один и тот же Христос, Сын, Господь, единородный, познаваемый в двух природах неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Он не рассекается и не разделяется на два лица, но Он один и тот же Сын единородный, Бог Слова, Господь Иисус Христос, такой именно, как говорили о Нем пророки древних времен и как Сам Иисус Христос научил нас и как передал нам символ Отцов. Этим вероопределением осуждалось как нестарианство, так и монофизитство. После собора император издал относительно монофизитов строгие законы. Все были обязаны принять учения, определенные Халкидонским собором. Монофизитов постановили присылать в заточение или изгонять. Сочинение – изжигать, а за распространение – казнить. Халкидонский собор не положил конца всем христологическим спорам, однако его вероопределение стало твердой основой восточного православия на все времена. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Редактор субтитров А.Семкин